Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если любишь эпичные танковые бои. Хе-хе-хей, привет всем, господа хорошие, с вами, как всегда, это не Юрыч, и сегодня у нас танковые бои. Да, ребята, всем привет, что ж, давно мы не устраивали танковые баталии, поэтому сегодня Лего Сити будет трещать по швам от того, как мы будем его уничтожать. Да, в общем-то, Лего танковые бои в Бриквите, это, конечно, эпично. Давай, я, в общем-то, а, ты уезжаешь, ну все, валет. Давай, мы в разные стороны уезжаем, мы, в принципе, встретимся где-нибудь. Кстати, у меня довольно-таки шустрый танчик для такого маленького, неприметного. Да, 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 знаю я твои шустрые танчики, которые разлетаются потом, как не знаю кто. Да все, разлетается, главное попасть. Я, почему тебе попаду? Так, хорошечно, но у меня, кстати, довольно-таки интересное орудие. Получается, у меня два снаряда летят. Первый, он такой, знаешь, маленький, слабенький, а второй, он как-то убивающий такой, как будто кувалдой просто бьет. Чувствуется, что там вся мощь Зевса собралась в одном месте. А что, может, там Зевс у тебя за баранкой, а? Может быть, как узнаешь теперь. Салам алейкум, сейчас мне будет. Нихера себе. И причем, они еще как-то странно летят. То есть, первый снаряд летит повыше, а второй пониже. То есть, мне даже дуло не надо настраивать. Опачки, нихера себе. Нихера себе, караси. Нихера себе. Нихера себе. Ахересики. Так. Караси, караси. Караси, караси. Братан, у тебя броня имба. Да. Самое интересное, что смотри, я в тебя успел попасть два раза. То есть, прямых четыре попадания было. И тебе пофиг. Интересный случай. Ну, тут не батя, тут танк тебя спас. Броня вообще шикарная. Да, батя говорю. Батя я. Батя Антоха, ебзи. Так, хорошо. Первый раунд. 1-0 за Антохой. Да. Поэтому давайте продолжим. Так, я так понимаю, тебя нужно ловить где-то в задницу или в бок. Потому что, блин, ну что-то броня у тебя лобовая прям охренеть прочная. Ну, ты, конечно, поймаешь меня в задницу. Ты че? Ну, это как получится. Я тебя еду серьезный. Какая задница? Алло. Сейчас из тебя сзади приводный танк сделать. Я тебе сейчас сделаю задницу. Так, хорошо. Я тебя быстро уничтожу. Нет, самое интересное, что у тебя мехвод сидит не спереди, как обычно. То есть, автор продумал и уже респектокс как минимум ему за это. И пушку, когда ты меня отстрелил, у меня все равно она стреляла. А у тебя внутри башни еще одна пушка сразу видно. Ну, вот и классно, да. Вот за это респектокс большой автору, конечно же. Ой. В смысле, а как ты знал, что я здесь вылетел? Да я просто ехал сюда, я тебя не видел. А как ты так резко на сутрике где-то выехал? Я понять не могу, какого хера ты еще живой. Так в смысле ты выехал, и ты прямо передо мной выехал. Там такое расстояние большое. Ёб твою мать! Это че было? Нет, так я из-за угла вылетел, и ты мне сразу дал жбан. Так я тебя увидел, потому что. Такой жил, что ты стоял вот здесь и ждал меня. Я ехал, Алёня, на повторе посмотришь. Ну смотри, даже несмотря на то, что мы зашли ему в бочину, мне пришлось три раза в тебя попасть, чтобы уничтожить. Это охренеть, это как так это... Повезло, что я тебе морду не снес, ёпся. Мне повезло, что на развороте ты в меня не попал, это да. Иначе бы я опять от кисулю поймал. Ну ладно, давай-ка третий бой. Блин. Окей, я правда не понял, что сейчас произошло, короче. Ну да ладно. Это тактика от бога. Тактика. Зев слишком умный для тебя. Как-то странно, какая-то тактика была. Да, я просто повернулся туда, решил поехать. Ну, ты ещё стрелял, это тебя спалило. Я успел повернуться, среагировать. Но ты, кстати, стреляешь далеко, а едешь медленно. Так что мне повезло ещё по таймингу. Обачки, дрифт! Нихера себе на скорости 40 км. Кто бы мог подумать. На скорости 40 км. Нормальный дрифт у тебя там, слушай. Ну он довольно-таки, кстати, неплохо прёт, алё. У него максималка 90. Ну, кстати, борта, получается, у этого танка такие себе. Да нихера себе такие себе. Он 4 попадания в упор практически выдержал, и ты не умер сразу. Это нереально. Ой, я перевернулся. Почему они реальны? Это реально? Блин, это очень хорошая постройка, серьёзно говорю. Я таких танков давно не видел, чтобы были прочные и довольно-таки с хорошей пушкой. Да? Да. Да? А у моего только пушка хорошая. Но... Ну, скорость хорошая, ладно. Но манёвренность у него такая себе. Кстати, ребята, пишите в комментариях сами названия танков. Оба! Оба! Пошёл ты! Салам-маленькум, братишка! Эй, куда ты поехал-то? Алё! Алё, ты куда поехал, братан? Я не попал. А-а-а-а! Ё-а-а-а! Ей дурак! Алё! А ты, пиле, отваливаешься, я не понял. А ты мне не попал, потому что... Вали, дурак! Валера, топи! тапку в пол я не поеду тебе в лоб тем более без скорости комарик остался вместо пушкина комарик это коварик чужая до сих пор ой ни хероке снаряды медленные но и на тебе башку при хорошо залетел вот это я понимаю разнес да ну короче танк имба ребята реально так и много стой я тебя в корму стрелим остановись мне просто интересно жопа унес да на жопу он слабый на тебе у тебя кстати внутри что-то взрывоопасно еще разлетается эпично это стоит нет в бак ты не взорвался типа в башню бачину сварила он со всех сторон да ну-ка в жопу косой вот жопа более-менее как-то выдержала еще удар блин ну ладно короче у танка моего маленький габарита маневренности и дольки хорошее оружие ну броня конечно решает у танчика ничего не сделаешь да но моего и броня и пушка неплохая и в общем-то маневренность поворотов нормальная да 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 немножко но в общем-то ребята пишите в комментариях что думаете вот такая была битва т-71 а то как говорила называется в любом случае данный прототип выиграл поэтому ребята переходим к следующему бою друзья в общем наша имбовый наш танк в общем-то выехал на поиски своего соперника да ребята но я не знаю насколько имбовый у меня соперник но тем не менее у меня реально имба угадай на чем я и мы оба имбовые мы оба имбовые я пока у меня лучше не управляемый я вижу вот я лод однако здравствуйте это братан бабаха было нету медленно охренеть какой какой хер этого счет у меня в жопе появился что-то за маленькая говно у так это емба смотри где она да да не тут стреляет она у тебя имбово конечно но это то что она может по моему но первый бой тупой получился на самом деле то что но за в жопу появился давай погнали погнали да ты просто ехал по дороге заходить в корпусе этого так Так, хорошо. Хорошо. Попробуем. Тем не менее, мы не сдаёмся. Британцы слишком самоуверенные ребята. Поэтому... Поэтому почему бы и нет. Танчик-имба. Нет, танчик-имба. Но я не думал, что ты взял какую-то маленькую писюшку быструю. Почему маленькая-то? Если она не такая здоровая, как твоя вот эта гамадрила, это значит, что она большая. На самом деле, она, в принципе, ФВ-шка-то она кордонная везде была, даже в World of Tanks. Но, тем не менее, бабаха у неё хорошая, особенно фугасы. Да-да. Ну, теперь я должна заходить тебе в корму и всё. Господи, а чё у меня колёса все лопнули? Так. Спалил какого-то писюна. Я понял, в чём большая уязвимость данного танка. Несмотря на его габариты, что уже его выдаёт очень жёстко. Он очень херовый в разворотах. Прям просто охренеть на сколько. Медленный, типа, или чё? По прямой он быстрый, если разгоняться на ручной коробке передач, но он в поворот вообще не входит. Да ладно. То есть, если он скорость сбрасывает, он всё, это жесть. Такое ощущение, как будто его там на руках сами тащат. Не, ну это ты слушай. Ты хорошо мне сейчас подсказал. Сейчас мы будем заниматься этим делом. Каким ты делом будешь заниматься? Ну, в корму тебе заходи. Ну, кстати, да. Танчик, короче, беззащитный, реально. То есть, он даже не успеет развернуться. Такое себе. Вам на него лицом не выехать. Это будет жопа. Ну, ещё попасть надо. Хе-хе-хе. Тут разброс, мама, не горюй. Это да. Блин. И дистанция перестрелки довольно-таки жёсткая. Каквою мать. Салам алейкум, бродишек. Смотри, какая жопа прочная. Смотри, я на твоих деталюшках здесь прыгаю, короче, жёсткая. Алло, ты, ты хорош раскидывать столько, а? Ты капец вот на раскидал, короче. Салам алейкум, брат. Ты чё, поворачиваться, пытаешься? Да. Как ты понял? Да хорош тебе, слышь. Ёб твою мать. А, ёб твою мать, убирай. Ты уже перевернулся, как бы. У меня там дверь открылась сзади. Слушай, а жопа у него прочная довольно-таки. Да, охереть, надо прочная. Так, тактическое отступление. Блядь, поезд ей. Блядь, говорит, поезд ей. Слушай, а ты чё, на бессмертии там, что ли, алло? Нету бессмертия. Такого хера я тебя не могу вырубить. Эй, тихо-тихо, братан. Ты б не поворачивался сейчас. Какого хера я не могу тебе? Господи. Как лоп сзади. Что за херня, почему он тебе не взрывался вообще? Алло. Ой, ну, блин, у него борта, кстати, и жопа очень прочная. Я тебе в башню стрелялся. Какого хрена она у тебя не взорвалась? Ты в башню ни разу не попал. Ты мне попал. Да не рассказывай мне. Я попал в башню. Ну, я же вижу. Ну, хотя у меня звали. Я не знаю, что ты видишь. Я знаю, куда я стреляю. Я не знаю. Главное, что оно смогло как-то. Капец. Это прикол. Она такая жирная. Она такая, сука, медленная. Я просто ору. Как на ней воевали вообще? Я не знаю, кто на ней воевал, но это какой-то камикадзе, по-моему. Господи, ладно. Я пытаюсь ехать вперед. Давай, да. Третий бой, в общем. Она, когда разгоняется больше 80 км в час, у нее лопаются все покрышки. Она еще, значит, и тяжелая. Как она вообще разгоняется? Это бабаха. Ёпа, мать. Вот это она здоровая. Ку-ку, ёпта. Ты отдуешь там один, чего стоит. Братос, реально. Братос конкретно. У него, кстати, сзади ковшик еще. Ёпа твою мать. Ты развернешься сегодня, нет? В жопу его. Она просто на одном месте стоит вперед-назад, катается. Это как, знаешь, девушка права получила и пытается на машине припарковаться. Она примерно то же самое. Вперед-назад просто на одном месте катается и все. Ёпа, мать. Васян, здорово. Васян, заломали его. Ёпа твою мать. Под башню попал. Хорошо залетела. Куда-то под башню что-то рвануло. Детонейшн. Походу, там была, братан, боеукладка. Может быть. Мне кажется, там боеукладка везде, слушай. Блин, ну, ребят, вы же сами прекрасно все видели. Мне кажется, серия получилась довольно-таки интересная, прикольная, ребята. Испытали вот такие вот необычные танки. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Да, ребятки, пишите, что вы думаете по бабахе вообще. Спасибо все за просмотр. До скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok